Здравствуйте, мои дорогие! Я счастлива приветствовать вас в эфире еврейская еженедельная телевизионная программа Алиф. Мы продолжаем наши беседы с известными учеными, историками, культурологами, журналистами, которые приехали в наш город по приглашению Украинского института изучения Холокоста Ткума и Музея памяти еврейского народа и Холокост в Украине. Сегодня гость нашей студии, известный украинский историк Виталий Рафаилович Нахманович. Добрый день! И тема нашей сегодняшней беседы, в общем, если ее сформулировать, я предлагаю назвать, как декоммунизация и все, что с этим связано, базируясь на четырех известных законах, которые были приняты Верховной Радой, подписаны президентом. Какие есть в них достоинства, какие есть в них недостатки, поговорить об этом, потому что этот вопрос очень интересует всех и в основном как бы с переименованиями, но мне кажется, есть более важные, более сущностные вопросы. И первый вопрос следующий. Как мне кажется, главным было во всех этих законах это признание преступности советского режима. Считаете ли вы это вообще значимым и важным? И если да, то почему на это так мало обращают внимание в обсуждении этих законов? Да, по факту получилось, что ключевым является признание преступности советского режима. Даже вот в законе о запрете нацистской и коммунистической пропаганды пропаганда определяется как отрицание преступлений советского и нацистского режима. И там уже где-то хвосте какие-то другие вещи. Что в принципе, конечно, неверно, потому что пропаганда это не просто отрицание преступлений, это даже в десятую очередь отрицание преступлений. Пропаганда это в первую очередь рассказ и пропаганда преимуществ той или иной идеологии, соответственно, построена в соответствии с ними режим. И, конечно, если когда-нибудь, я надеюсь, будут вноситься какие-то правки и дополнения в этот закон, то я был бы очень рад, если бы именно в этом направлении вносились бы правки вот этот закон о запрете пропаганды. Потому что надо понимать, что преступление советского режима, с нацистским режимом вроде все понятно, да, он был разобран по косточкам, осужден в месте идеологии, которая лежит его в основе. А вот с советским режимом не все понятно. Дело в том, что до сих пор существует мифология, что да, советский режим был преступен, или сталинский режим был преступен. Вот в том-то очень важное, были преступления советского режима, были преступления, или весь режим от первого до последнего дня, включая оттепели, какие-то потепления, какие-то вкусное мороженое на улицах, и молодой задор, я шагаю по Москве, весь режим был преступным? Режим был, очевидно, приступен весь с самого начала. Режим начался с насильственного захвата власти в октябре 1917 года, и режим закончился попыткой насильственного удержания власти в августе 1991 года. Все, что было в промежутке, это было насильственное удержание незаконно захваченной власти одной псевдопартии. Ну, потому что партия вообще предполагает многопартийную систему, да, а это была однопартийная система, поэтому это псевдопартия. Дальше. Режим этот строился с самого начала на абсолютно произвольной, незаконной экспроприации собственности, на фальсификации демократического процесса, на принуждении всех к труду и на широком использовании рабского труда миллионов и десятков миллионов заключенных. Это был режим, который нарушал весь период своего существования. Не только существующие сегодня, так сказать, международно признанные какие-то законы о правах людей, взаимоотношениях между царствами и человеками. Это был режим, который нарушал свои собственные законы, потому что во всех конституциях Советского Союза была записана демократическая процедура выборов во все эти советы, которые якобы должны были управлять страной, но на самом деле вообще известно, что все депутаты в Советы назначались заранее, процедура голосования была полной имитацией, а вообще Советы ничем не управляли, а всем управляла партия, о которой только в середине существования этого режима было написано, что она является руководящей, направляющей силой, и никак больше роль не была законодательно зафиксирована. Поэтому он был, безусловно, незаконный и преступный в весь период своего существования. Очевидно, размах преступлений был разный в разные периоды, но общие принципы, на которые он строился, не менялись. И характер преступлений тоже не менялся. Ну, то есть, грубо говоря, человек остается убийцей, независимо от того, он убьет в один день 20 человек, или он убьет 20 человек за два года, он все равно убийца. Так и здесь. Но дело не в этом. Я хотел сказать о другом. Я хотел сказать о том, что обязательно нужно осудить неконкретный советский режим, потому что все равно сосредняется мифология. Ну, вот была хорошая идея, а ее испаскудили. Ну, говоришь ему, посмотри, ее всюду испаскудили. Ну, идея-то все равно хорошая, так вот идея плохая. Надо четко понимать, что коммунистическая идея порочна в своей основе, и она является основой для будущих преступлений. Потому что основой коммунистической идеи является выдуманная, так называемая, эксплуатация. Выдуманная, потому что в чем, так сказать, изюминка марксистского учения? Он сказал, ага, существует прибавочная стоимость, сказал Маркс. Человек берет сырье, вкладывает в свою работу, и дальше то, что получается, стоит дороже, чем все, что... А предприниматель, капиталист, он кладет эту прибавочную стоимость себе в карман. А почему он это делал? Он же ничего не делал. И таким образом изначально закладываются непримиримые противоречия между тем, кто работает руками, и тем, кто крадет прибавочную стоимость. Но что он же крадет? Человек же делает огромную работу, организаторскую, менеджерскую. Человек рискует, в конце концов, своим состоянием, потому что предприниматель теряет все. Рабочий просто меняет место работы, если прогорает, так сказать, фирма или завод. Но вот этот вот, значит, вульгарный, на самом деле, и доведенный до конца, до абсурда материализм, который видит содержание только в материальных процессах. Вот тот человек, который работает руками, то он что-то делает. А человек, который работает головой, нервами, чем-то не материчным, он ничего не делает. Ему ничего за это не положено. А возникает сразу вопрос, а вот всякие, так сказать, люди интеллигентного труда, а они что делают? Да ничего они не делают, отвечает Карл Марлс. Они просто их нанимают капиталист, чтобы они, так сказать, были у него на подхвате. Изобретатели изобретали, как им лучше выжимать соки из рабочих. Писатели писали о том, как он замечательный, и рассказывали рабочим, что они ничего не должны делать. А попы, значит, должны рабочим рассказать, что вы работаете, а на том свете вам, так сказать, воздастся. То есть это все просто жулики, которые являются наемными работниками этого капиталиста, коллективного или индивидуального, которые просто его обслуживают. И на самом деле идея заключается в том, что пуп земли, соль земли, значит, да, и это тот, кто ничего не имеет, и может только работать своим трудом. Потому что даже крестьянин или там ремесленник, который тоже работает сам или со своей семьей, он же подозрительный, потому что вот он сам сегодня работает, завтра наймет кого-то и станет тоже эксплуататором. А вот человек, у которого нет ничего известного, кроме своих цепей, вот он и есть самое, оно самое честное, порядочное, так сказать, и лучше всех. И раз так, то ему должен принадлежать мир, и в мире должны остаться одни пролетарии. А все, значит, классы уничтожены или перевоспитаны. Ну, допустим, да. Нет, как классы уничтожены, они не обязательно уничтожены физически, как люди, хотя в результате так и получалось. Да, но как классы уничтожены. Дальше начинается уже полная утопия, потому что совершенно понятно, да, что если есть рабочие, то кто должен управлять производством. Начинается уже полный бред, да. Ты немножко поработал за станком, потом немножко поуправлял заводом, потом расслабился, пописал стихи, значит, так сказать, и такой круговорот, значит, деятельности в природе. Ну, можно себе представить, так сказать, если это запустить эту модель на неделю. Окей, но идея того, что каждый что-то делает в меру своих сил, складывает в общий котел, а получает оттуда то, что ему нужно, ведь эта идея, мы знаем, реализуется и в израильских кибуцах. Израиль относительно социалистической государства. И во многих коммунах, и в каких-то там художнических сообществах, и в том же городе христиане, который возле Копенгагена, там, где молодежь, художники и так далее, хиппи и так далее. То есть эти, на самом деле, системы, если они не заставляют человека быть ее частью, не ставят вооруженного охранника, стреляющего в тех, кто пытается покинуть, они ведь для многих людей действительно привлекательны. И в самой этой идее, если она добровольна, собственно говоря, если бы люди жили в Северной Корее, потому что они там хотели, а не потому что их там держат в концлагерях, ну, пускай бы коммунисты бы там все собрались и жили на свое здоровье. Я могу только одно сказать, что вся эта идеология принципиально противоречит основам иудаизма, и взглядам иудаизма на построение идеального общества. Иудаизм нам предписывает прямо Торой не жить коммунной, а нести ответственность за свое богатство. Иудаизм говорит, что Всевышний посылает тебе заработок, деньги, доходы, но он посылает не только тебе, он через себя посылает и другим людям. Поэтому ты должен заботиться, да, ты должен отделять вторую десятину для бедных, так сказать, первую десятину для левитов, так сказать, и 50-ую часть для коэн, то есть для людей, которые занимаются неким, так сказать, интеллектуальным, скажем так, обеспечением существования общества. Ты должен заботиться о бедняках, да, оставлять там край поля и так далее. Ну, все это, естественно, трансформировалось и в сегодняшние какие-то реалии. Но там написано, что надо всем раздать, жить коммунной и нет. Такого нет, да. Иудаизм говорит об социальной ответственности богатства, а не о том, что богатство нужно уничтожить. И богатство – это, в принципе, благословение с точки зрения иудаизма, но ты обязан им делиться, потому что это посылается не только тебе, но это через тебя посылается и другим людям. Но не значит, что все должно раздать. Иудаизм против того, чтобы ты все раздал, да, есть четко ограниченная, так сказать, часть твоих доходов, которые ты имеешь право, имеешь право отдать на благотворительность. Потому что система иудаизма беспокоится о том, чтобы ты не разорился, потому что если ты разоришься, то разорятся и все, кому ты помогаешь, да, и кто сам не в состоянии столько заработать, кто у тебя работает, или кто просто при тех кормится, там, ну, мало ли у людей бывает обстоятельства, так сказать. Вернемся к коммунизации. И вот у нас есть наш первый закон о запрете пропаганды, как отрицание преступлений. И вы считаете, что необходимо именно в этой части его расширить, правильно? Безусловно, да. Общее привело к тому, что пропаганда коммунистического и нацистского режима должна быть осуждена, запрещена и подвернута осуждению, грубо говоря. Я считаю, что не просто режимы пропаганды, а пропаганды идеологии, лежащие в основе нацизма и, так сказать, коммунизма. Вот что должно быть дезавуировано и развенчано. Я часто не обсуждаю санкцию, да, то есть сажать в тюрьму или просто ограничивать продажу соответствующей литературы. Европа знает разные формы борьбы с пропагандой нацизма. И тут никаких вопросов не возникает, да. Но, как я уже говорил, Европа плохо знает коммунизм, и поэтому она просто не понимает всю опасность этого учения. И она понимает, что вот эти вот все коммуны и собрания любителей общего котла, это все очень хорошо, пока это частное дело хиппи в Копенгагене. Как только на этих основах пытаются построить государство, получается Советский Союз и Северная Корея. Никогда ничего другого не получается. Практическое воплощение идей коммунизма приводит к такому, как практическое воплощение идей нацизма всегда придет в ауши. Так и практически коммунизм всегда приведет в ГУЛАГ, Голодомору, или к уничтожению, так сказать, трех четвертей комбоджийского народа. Ничего другого не получится. Значит, поэтому я и говорю, что главное, главное, это размечание самоидеологии. А дальше, понятно, фиксация, так сказать, преступлений и все остальное. Но тут есть еще совершенно актуальный вопрос, который, потому что очень многие начинают говорить, ну да, но это не своевременно. Это очень своевременно. Как же у нас же столько людей испыть ностальгию по коммунизму? Они же вроде тоже борются с российской агрессией. Так вот нельзя бороться с российской агрессией под российскими знаменами. Россия на нас сегодня нападает именно под знаменами Советского Союза. Вся эта, так сказать, билиберда, геополитика, евразийство, там, православные эти все дела, это все на уровне высоколомых интеллектуалов. Знаю, масса граждан России, которые поддерживают Путина и поддерживают агрессию против Украины, делают это из, так сказать, соображений советской ностальгии. Люди не читают рассуждения, там, Дугина, или, там, Вернацкого, или, там, Гумилева, так сказать, и даже патриарха Гундяева. Это все они не читают. Они просто, они имеют тот бэкграунд советский, личный, или передан непосредственно от родителей. Вот они идут сюда сегодня с советскими знаменами. В одной из прошлых программ вы сказали, как бы, об идеале Советского Союза. Это работа за гарантированную пайку, желательно повышенную. Это гарантированная жизнь до пенсии. Это, то есть, мы делаем вид, что мы работаем, они делают вид, что нам платят. Но это вот система того, что, на самом деле, ведь это вы описываете места заключения. Более или менее комфортные. Совершенно верно. То есть, мы можем сказать, что есть люди, и достаточно много, которые хотят жить в тюрьме. Хотят жить, ну, так они и жили в тюрьме. Советский Союз же и был тюрьмой. Из него же выехать было невозможно. Въехать в него тоже, в общем, было не так просто. То есть, только что ты болтался между бараками, тоже, в общем, система прописки ограничила твою возможность перемещаться между бараками без разрешения начальства. Да. То есть, в Советском Союзе было две зоны. Была общая зона и была внутренняя жесткая зона для тех, кто нарушал правила большой зоны. Но тут еще есть один нюанс. Дело в том, что для граждан России, так сказать, поддерживающих Путина, в первую очередь для русских, но и не только, для всех, кто идентифицируется. Советский Союз – это еще большая империя для русских, это их российская империя. И поэтому, когда мы берем советские знамена, возникает вопрос, а почему-то боремся с русскими. Почему мы не объединимся с ними в одной нашей замечательной советской державе, неосоветской державе? В чем, собственно, проблема? Почему мы с ними воюем? В чем же они там наши враги? В чем конфликт? Просто из принципа, да, что он влез на мою территорию, почему, да? То есть, теряется понимание, то есть, почему, в чем дело? Какой, может быть, украинский даже патриотизм под советскими знаменами? Советские знамены же. Там все было и Россия, и Украина, и далее везде, дали бы только волю. То есть, выступая против России под советскими знаменами, мы подрываем саму основу этого сопротивления. А какова может быть основа этого сопротивления? Именно антисоветскость? Западный выбор? Что такое антисоветскость, да? Что такое западный выбор, да? Надо понимать, построение национального, свободного, демократического, либерального, не знаю, независимого государства. Но ведь, собственно говоря, об этом-то и идет речь. Собственно говоря, поэтому полетели первыми Владимира Ильича в разных городах. Поэтому и завершаются советские гейштаты. Насколько я знаю, я никак-то не встречал, вот вы уже несколько раз говорите, о сопротивлении путинской агрессии под советскими знаменами. Лично я таких парадоксов не встречал. Да, а я вспоминаю первое интервью тогда еще большого героя, сейчас немножко, так сказать, подвыгоревшего, Семена Семенченко. Где он объяснил, да у меня вообще нет никаких претензий к Советскому Союзу. Я тогда был очень поражен, да. Первое интервью, вот он появился, только создал, еще он сам по себе, это Донбасс был, первые какие-то были, какие-то проблемы где-то, они в засаду попали. Вот он до этого интервью. Да у меня нет, говорит, претензий к Советскому Союзу. Все было нормально с Советским Союзом. То есть, вот, ну просто вот они полезли сюда, вот какой-то такой, ну генералы какие-то наши. А я просто, мне приходилось принять участие в конференциях, где были высшие преподаватели из Национального военного университета. Конференция, посвященная историей Второй мировой войны. Ну это абсолютно советское видение истории. Абсолютно советское. То есть, а кого же они выпускают? Кого, да, то есть вот эти люди встречаются дальше на войне. То есть, на чем посмотрели? Те говорят, здесь фашисты. А наши говорят, нет, там фашисты. А потом сейчас говорят, нет, те не фашисты. И какой следующий шаг пропаганды? Ну, для тех, кто уже понял, что они фашисты. А это все начальники, между ними могут договориться, и там бабки варят на Донбассе, поэтому идет война. На самом деле, это все надо закрывать. Мы же друзья, товарищи, да, и мы все сами решим. Вот только этих жуликов надо прибрать. Там Порошенко с Путиным, значит, варят с Порошенко и Путином, мы сейчас объединимся назад. То есть, вы считаете, что до сих пор такие настроения достаточно сильные? Да, конечно. И, кстати, я думаю, что среди кадровых офицеров они очень сильные. То есть, нет такого, что мы боремся с нашим прошлым. И наш конфликт на Донбассе, в данном случае, или с Россией, это именно конфликт попытки затянуть нас назад в прошлое, в ненавистную империю, в ненавистную совместную жизнь. И наша попытка вырваться оттуда для свободы, вырваться из этой тюрьмы, куда многие действительно, вроде, судя по всему, добровольно готовы прийти, если им дадут пайку и дадут уверенность в завтрашнем мире. Проблема в том, что я вижу борьбу против империи, но не борьбу за свободу. То есть, мы за этой войной против России, войной, так сказать, против восстановления империи, за целостность Украины, мы в значительной степени потеряли то, с чего все началось. То есть, Януковича мы прогнали не потому, что он нас тянул в Россию, был бы Янукович, Украина была бы независимой и целой. Януковича мы прогнали, потому что он нас тянул в советскую модель. Надо все время это держать в голове. То есть, мы боремся не просто против России, мы боремся за совершенно другой способ существования, за совершенно другое государство, за совершенно другое общество. И нельзя за это общество бороться под советскими знаменами. И когда мы начинаем выяснять, кто лучше воевал за товарища Сталина, это абсурд. А за кого мы? Вот тогда говоря, если мы говорим, а мы как Украина, а мы за кого воевали? Тогда? А мы воевали на разных сторонах, на разных фронтах. Каждый конкретный человек мог честно исполнять воинский долг, составить той или иной армии. Но нет понятия мы. По большому счету ни у кого нет понятия мы. А что, у русских есть понятия мы? Есть, конечно. А у Власов? Ну, слушайте, так это они. Так это же самое главное, это поставить, где есть я, где мой карман, а где карман Василия Васильевича. Так в этом режиме у каждого есть. Вот это моя семья, наша семья, наш город, наша страна, наш социум, наша община, а это другая община. Почему мне община еврейская Ужгорода должна быть ближе, чем еврейская община Ростова? Ростов поближе будет по-географически. И там такие же люди говорят на том же языке. А не прозрачно. То есть вообще, на самом деле, это такой модерный подход. В принципе, для традиционного еврейского подхода безразлично. Что Ужгород, что Ростов-на-Дону, что Буэнос-Айрес. Ну, там есть разница только если с красным течением. С мусарки и так далее. Но, в принципе, возникает вопрос. Я могу сказать, почему? Я могу сказать, что меня объединяет с евреями Ужгорода больше, чем с евреями Ростова. У нас одни налоговые правила у них другие. У нас одни культурные вещи другие. У нас, когда я прихожу туда, мы говорим примерно об одних и тех же проблемах. Для нас, у меня с евреями Ужгорода больше важно, выиграл Днепр или проиграл Днепр. Это все... И постепенно так оно и происходит. Так оно и разделяется народы, слава Богу. Наши еврейские общины в очень малой степени еврейские. Потому что, когда собираются наши евреи, они разговаривают, кто выиграл футбол или какие снылись налоги. А не о тонкостях Галахи, Талмуда. То есть, это вопрос уже о качественной еврейской общине. Но я вернусь к общеукраинским делам. Вот есть Ильич Ходоковский из Донбасса, командир этой Альфы, сейчас батальона Восток. Он все время дает интервью, говорит, что я за единую Украину. Я за то, что Донбасс был в Украине. Я хочу ту, советскую Украину. Я не хочу быть в одной Украине с этими нациками. Но он же за Украину. Вот это, наверное, самый важный вопрос, Виталий Рафаилович. За какую Украину? Совершенно верно. Но я еще раз говорю, что у каждого своя Украина, как он хочет видеть потом. И поэтому у него своя память об Украине. К сожалению, нам придется продолжить разговор уже в следующей программе. И один последний вопрос, может быть, на него можно коротко ответить. Второй закон о декоммунизации открывает все архивы. Значит, кроме того, что мы наконец узнаем загадку 1941 года. Узнаем, собирался ли и как собирался нападать Сталин на Германию. И что же там произошло. На самом деле, никакой загадки 1941 года не существует. Существует психологическое нежелание принять этот факт. Уже вполне доказанный. Что Сталин, безусловно, собирался нападать на Германию. Поможет ли открытие украинских архивов спецслужб. Ну, точнее, определить дату, когда он собирался начать. Ну, это зависит от того, что там сохранилось. Да, может быть, по каким-то, так сказать, разведданным, оперативным мероприятиям. Можно примерно оценить, под какую дату они планировали те или иные вещи. Но все крупные решения здесь не принимались. Все равно это косвенные данные, которые могут только дополнить какую-то информацию. Хорошо, мы продолжим нашу беседу о законах о декоммунизации. И о попытке найти наше общее видение в Украине. Самые разных национальностей, этнических, религиозных групп. В одной из следующих беседок. Благодарю Виталия Рафаиловича за беседу. А с вами прощаюсь только на одну неделю. Мы снова увидимся с вами на вашем любимом девятом телевизионном канале. Да храните Вышний Вас и Ваши семьи. Пусть все у Вас будет очень хорошо. Мир Вам. Шалом. До свидания. Легитраут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok